Дамы и господа, разрешите от лица Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока поприветствовать вас, выразить свое почтение и надежду на наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня мы собрались для того, чтобы представить презентацию Второго Восточного экономического форума, который состоится 2-3 сентября этого года в городе Владивостоке в Приморском крае. Восточный экономический форум как мероприятие учрежден президентом Российской Федерации. Это второй президентский форум наряду с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом. Это мероприятие самого высокого уровня, которое призвано в первую очередь продемонстрировать инвестиционные возможности, которые есть на российском Дальнем Востоке, представить новые механизмы, новые инструменты поддержки инвесторов, как российских, так и зарубежных, которые создаются в рамках новой государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока. Хотел бы вам напомнить очень короткую историю самого вопроса. В 2013 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подъем Дальнего Востока был определен национальным приоритетом на весь 21 век. В рамках этой идеологии была в 2014 году запущена новая государственная политика, которая направлена на опережающее развитие этого региона, на создание в нем конкурентноспособных условий для инвестирования в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом Восточном экономическом форуме мы представили новые инструменты этой государственной политики. Территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, новые меры государственной поддержки инвесторов. Это стало ключевым содержательным блоком в Первом Восточном экономическом форуме. Удалось привлечь достаточно большое количество участников, несмотря на все трудности с точки зрения сроков организации этого мероприятия, и всего в Восточном экономическом форуме приняло участие в Первом более двух с половиной тысяч участников. Удалось подписать 109 соглашений на сумму более полутора триллионов рублей. Мы предложили нашим гостям достаточно насыщенную культурную программу. И, наверное, самое главное, дали много обещаний, что будет нами сделано ко второму Восточному экономическому форуму, что мы будем готовы предложить уже не как новый инструмент, а как реализованные инвестиционные решения, реализованные инвестиционными возможностями, которыми пользуются как российские инвесторы, так и иностранные компании. Организационный комитет форума возглавляет вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. Его заместителями являются министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. Такой уровень ответственности за мероприятия, такой уровень ответственности за развитие Дальнего Востока нам очень сильно помогает быстро двигаться вперед. Наши руководители уделяют персональное внимание каждому инвестору, который приходит на Дальний Восток. Мы индивидуально работаем с каждым из них, решаем индивидуально проблемы каждого инвестора. И когда это делается на самом высоком правительственном уровне, это нам гарантирует достаточно быстрые результаты. Забегая немножко вперед, скажу, что Восточный форум будет посвящен не только результатам. Мы хотим вместе с нашими инвесторами искренне поговорить о том, что и не получилось сделать, почему не получилось и что мы должны вместе предпринять для того, чтобы инвестировать на Дальний Восток стало еще проще, еще легче и еще выгоднее. За этот год, год, который прошел с первого Восточного экономического форума, мы создали 13 территорий опережающего развития. Это такой особый специальный тип, новый тип экономических зон, которые мы формировали при достаточно широком участии экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы анализировали условия инвестирования, условия предпринимательской деятельности не только в России, но и во всех странах ЭТР. Мы собирали лучшие практики и лучшие условия. И сегодня мы можем сказать, что условия, которые действуют в территориях опережающего развития, одни из самых выгодных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С точки зрения, в первую очередь, конечно, издержек, уровень заработных плат, уровень издержек на электроэнергию, на тепло, на газ ниже, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это делает действительно интересным. Мы видим инвестиционный спрос со стороны наших зарубежных коллег на такие территории. Мы существенно снизили в ТОРах налоговую нагрузку. И считаем одним из самых важных наших достижений в ТОРах – это новый способ государственного регулирования и управления, который направлен, в первую очередь, на интересы самого инвестора. Мы защищаем инвесторов, мы защищаем резидентов территории опережающего развития. Для этого предусмотрены специальные механизмы и инструменты, которые реализует Министерство по развитию Дальнего Востока и Корпорация развития Дальнего Востока, которая управляет территориями. На сегодняшний день у нас за год 65 резидентов в территориях опережающего развития. Еще порядка 100 инвесторов ожидают принятия решения о получении статуса резидента. За год мы заполнили территорию опережающего развития порядка на 60-70%. В настоящее время идет активная работа по проектированию и строительству инфраструктуры в этих территориях. Мы индивидуально под потребности каждого инвестора предлагаем инфраструктурные решения, которые помогут быстрее запустить новое производство на таких территориях. В совокупности ТОРы позволили нам привлечь за этот год более 500 миллиардов рублей частных инвестиций. Вторая мера поддержки, которая также начала работать летом прошлого года, это целевая адресная поддержка инвесторов по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для крупных производств, крупных проектов. Мы субсидируем затраты инвестора на инфраструктуру, крупную инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы в принципе проект был реализуем. Сегодня 13 инвесторов получили такую поддержку. Их объем частных инвестиций составляет порядка 300 миллиардов рублей. Свободный порт Владивосток, который начал работать в октябре 2015 года, это особая территория с особым режимом экономической деятельности, льготным режимом экономической деятельности на юге Приморского края, которая включает в себя все крупные морские гавани, все порты Приморья. Меньше чем за год у нас 52 резидента в свободном порте Владивосток, и еще 50 инвесторов ожидают принятия решения о получении статуса резидента. 4 июля президентом России был подписан закон, который распространяет этот режим на морские гавани еще в четырех регионах Дальнего Востока. Это Хабаровский край, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Сахалинская область. Меньше чем за год нам удалось привлечь 160 миллиардов рублей частных инвестиций в эти инструменты, в эти режимы. И четвертое ключевое решение, о котором мы заявили в прошлом году, это новые условия работы Фонда развития Дальнего Востока. Фонд финансирует, участвует в финансировании инвестиционных проектов, предоставляя заемные средства стоимостью 5% годовых в рублях. Таких 9 инвестиционных проектов поддержано на общую сумму 85 миллиардов рублей, и они сегодня приступили к реализации. В совокупности более 1 триллиона рублей частных инвестиций за прошедший год. Мы будем на Восточном экономическом форуме, конечно, обсуждать эти результаты, обсуждать, могла ли быть эта цифра больше и почему не получилось привлечь многих инвесторов. Будем обсуждать условия для иностранных инвесторов. Мы очень рады, что в этом году появились первые иностранные резиденты территории опережающего развития. У нас 10 резидентов, это резиденты с участием китайского капитала. Еще 3 резиденты территории опережающего развития, это резиденты с участием японского капитала. Появились первые резиденты из Казахстана, Австралии, первые резиденты появились из Сингапура. Это пока единичные случаи, но мы, безусловно, рассчитываем на то, что на форуме в том числе обсудим, что, во-первых, почему они приняли инвестиционные решения, почему они пришли на Дальний Восток, что сделало для них интересными инвестиции и каким образом расширить эти инвестиции, сделать их еще более выгодными. Мы работаем над новыми инструментами и хотим их представить на Втором Восточном экономическом форуме. Программа форума содержит в себе несколько ключевых содержательных блоков. Первый блок – это возможности для инвесторов. Повторюсь, как для российских, так и для иностранных инвесторов. Что сегодня российский Дальний Восток может предложить инвестору в качестве готового продукта, готовой площадки для инвестиций? Мы здесь детально расскажем о логистическом потенциале Дальнего Востока, о том, как нам за год удалось сдвинуть очень крупный инфраструктурный проект, это международные транспортные коридоры из северо-востока Китая в порты Приморского края. О том, каким образом продвигается формирование Северного морского пути как конкурентоспособного транспортного коридора, и какие инвестиционные возможности в связи с этим формируются. Безусловно, очень много внимания будем говорить, уделять вопросам энергетики. Крупные энергетические проекты, которые сегодня обсуждаются, и по ним уже есть политические решения между странами, это в том числе проект «Энергокольца» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это проекты энергомостов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, совместные проекты в сфере гидроэнергетики, в сфере альтернативной энергетики, которые сегодня уже реализуются на Дальнем Востоке. Конечно, это инвестиции в рыболовство, лесную промышленность на Дальнем Востоке, разработка новых месторождений, полезных ископаемых, в которых могут принимать участие российские и иностранные инвесторы, развитие туризма и другие сферы, которые сегодня уже пользуются инвестиционным спросом на Дальнем Востоке. Второй блок посвящен преференциям для инвесторов, какими льготами и условиями, специальными мерами поддержки может пользоваться любой инвестор, который приходит на Дальний Восток, как эти условия влияют на экономику инвестиций, как они увеличивают доходность и снижают инвестиционные риски. Мы стараемся говорить с инвесторами на одном языке, и наши решения оформляются и предлагаются именно вторым, в таком понятном для любого предпринимателя виде. Третий блок посвящен развитию Дальнего Востока, выгодам и возможностям работы на российском Дальнем Востоке для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно так мы позиционируем возможности для интеграции, активной экономической интеграции Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион, понимая, что мы должны предлагать такие решения, которые будут понятны на экономическом языке с точки зрения выгод, с точки зрения новых возможностей для реализации экономического потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Четвертый блок – это бизнес-диалоги, страновые бизнес-диалоги, где мы тет-а-тет бизнес обсудим взаимодействие, практику уже сложившуюся, практику работы, проблемы, с которыми сталкивается иностранный бизнес работы на территории Российской Федерации, на территории Российского Дальнего Востока. Таких четыре бизнес-диалога сегодня в программе. Диалог с бизнесом из Китайской Народной Республики, Республики Корея, из Японии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы тесно очень работаем с ответственными лицами, которые определены в своих странах за именно бизнес-делегацию на Второй Восточный экономический форум. По каждому у нас очень конкретная повестка. Мы точно не будем говорить в целом и обо всём. Мы будем говорить о тех проектах, которые уже есть, о том, что мешает, чтобы этих проектов становилось больше, как сделать Дальний Восток ещё более интересным для российского сотрудничества с иностранным бизнесом. Важный блок – это наши стратегические сессии, где в закрытом формате мы вместе с бизнесом обсуждаем очень тоже конкретные проблемы. Тет-а-тет бизнес и власть обсуждают, с какими барьерами и трудностями инвесторы бизнес сталкиваются и там же определяют решения. В прошлом году мы в ходе таких сессий очень много дали обещаний для бизнеса с точки зрения того, какие изменения в законодательстве мы внесём, какие барьеры устраним, какие устраним трудности для работы бизнеса. Многое нам удалось за этот год сделать. Мы изменили законодательство о рыболовстве, мы изменили подходы с точки зрения предоставления лесных участков инвесторам, мы упростили круизный туризм, буквально на днях соответствующий закон был подписан президентом. Вот это всё то, что обсуждалось на первом форуме, было закреплено как наше обещание изменить регулирование и бизнес, изменить для более успешной бизнес-среды, формирование бизнес-среды. Поэтому эту практику мы, безусловно, продолжим. Также ряд мероприятий на полях Восточного экономического форума. Это образовательные мероприятия, это мероприятия общественного характера. Очень интересное, на наш взгляд, мероприятие – это заседание Российско-Китайского финансового совета, который был учреждён, создан при участии Сбербанка России. Вот, в целом, такая программа, она не окончательная. У нас поступает очень много предложений, в том числе от иностранных наших партнёров, по дополнению этих мероприятий. Мы сейчас такую работу ведём, я уверен, что в ближайшее время она дополнится ещё рядом интересных мероприятий. Важно одно – каждое из этих мероприятий для нас должно заканчиваться практическими решениями, практическими задачами по развитию Дальнего Востока. И здесь для нас, конечно, очень важно мнение наших иностранных партнёров, коллег, кто отвечает за развитие бизнеса, за развитие инвестиций. Ещё раз повторюсь, мы работаем на то, чтобы быть конкурентоспособными в масштабе всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая цель перед нами стоит, и мы на Втором Восточном экономическом форуме, уверен, выработаем новые решения, чтобы эту цель достигать. Спасибо за внимание. Уважаемые господа, разрешите вас поприветствовать. Меня зовут Павлов Игорь, я директор Восточного экономического форума и заместитель директора Росконгресса. Росконгресс в этом году впервые начинает работу по подготовке и проведению Восточного экономического форума. При этом мы учли небольшие недостатки, которые были в прошлом году, и основная моя задача сегодня – это убедить вас, что мы готовы к приёму наших дорогих гостей и готовы к тому, чтобы обеспечить им комфортное и эффективное участие. Программа, о которой было сказано выше, очень насыщенная. Это значит, что участники, приехавшие во Владивосток, будут очень заняты. Это значит, что мы должны сделать так, чтобы они не теряли времени в очередях, в гостиницу, в аэропорту, чтобы они не ждали своих машин, чтобы у них была вкусная еда и чтобы была хорошая погода. Вот этим мы всем занимаемся. Мы, я в двух словах, наверное, расскажу, вот что важно. Мы проводим Петербургский экономический форум уже около 10 лет. Может быть, те из вас, кто принял наше приглашение и побывал в Петербурге в прошлом году, или в этом году, или ранее, примерно столкнулись с тем уровнем подготовки, который мы планируем обеспечить и во в Владивостоке. То есть мы никогда не говорим, что в Владивостоке будет так же, как в Петербурге. Нет, ни в коем случае. Это другой форум, у него другой характер, у него другие немножко задачи. Но организационно, с точки зрения комфорта участников, будет так же. Поэтому, понимая, что сегодня, когда осталось немногим больше месяца до начала мероприятия, очень важно информационно поддержать тех, кто собирается приехать в Владивосток и, может быть, сомневается, мы выступили с инициативой об этой встрече и очень признательны вам, что вы нашли время нас выслушать. Итак, мы готовы по вопросу размещения. Гостиницы в Владивостоке – это вопрос, который всех беспокоит. 23 отеля в городе и почти весь гостиничный комплекс кампуса Дальневосточного федерального университета к нашим услугам. Это 5,5 тысяч номеров. Участников мы ожидаем 3,5 тысячи, 2 тысячи резервов. Можно быть спокойным. Мы постараемся сделать так, чтобы гостиницы Владивостока в этот раз немножко ближе подошли к международным стандартам обслуживания. Это касается и питания в гостиницах, и качества уборки, и того, что там находится в номерах. Над всем над этим по пунктам конкретно мы работаем. Транспорт. Из Москвы во Владивосток очень трудно купить авиабилет. Особенно трудно купить авиабилет в конце августа, когда все возвращаются с каникулы и 1 сентября, как вы помните, у нас с начала учебного года. Мы учли эту проблему, и генеральный партнер форума по авиаперевозке компания «Аэрофлот» забронировала и на данный момент держит, ну и постепенно их продаёт, билеты для участников в количестве 1500 штук. Этого достаточно для того, чтобы перевести всех желающих, тех, кто прибывает через Москву или из Москвы. По международным рейсам, которые на регулярной основе осуществляются между странами АТР и Владивостоком, вопросов не возникает. Эти рейсы по результатам анализа прошлого года доступны, можно приобрести билет, и здесь мы проблемы никакой не видим. По предварительной оценке во Владивосток прибудут в том числе гости на собственных самолётах. Таких самолётов будет около 150, больших и маленьких, при этом мы не считаем государственной делегацией. Для того, чтобы прибывшие на своих частных небольших самолётах люди могли оставить их в аэропорту, мы подготовили огромную парковку, нам в этом помогло Министерство обороны Российской Федерации, и мы готовы к приёму. Транспорт для участников внутри города также организован. От гостиниц в городе, я напомню, что их 23, до места проведения мероприятия, а это, как вы помните, кампус Дальневосточного федерального университета на острове «Русский», будут ходить специально для участников шаттлы, естественно, бесплатные. Внутри университета, протяжённость которого составляет более трёх километров, также будут курсировать шаттлы. Мы организуем работу такси. Участники, которые нуждаются в индивидуальном транспорте, могут заказать его уже сегодня. Все наши сервисы и размещение, и авиабилеты, и заказ индивидуального транспорта доступны на сайте форума в личном кабинете участника. Таким образом, мы доносим до наших гостей все возможности, которые у них есть и которые мы подготовили для того, чтобы они могли принять участие спокойно, без опасений, и чтобы они вернулись к себе на родину удовлетворённые, довольные, и чтобы они хотели приехать в следующем году. Несколько фактов о форуме. Здесь на слайде указана стоимость. Мы собираем действительно за участие с участников категории «бизнес» деньги. Они идут на покрытие наших расходов. Это мировая практика, и уровень цен, как вы видите, вполне гуманный. Мы предусматриваем два основных вида участия. Это так называемый пакет премиум и стандарт. Отличаются они только одним. Участники пакета премиум имеют доступ и принимают участие в главном, в пленарном заседании форума. Участники пакета стандарт туда, к сожалению, не попадают. По сравнению с прошлым годом мы поменяли на территории кампуса место проведения пленарного заседания. Зал значительно увеличился. Мы ожидаем, что участников пакета премиум у нас будет больше полутора тысяч человек. Больше тысячи или тысячи двухсот участников пакета стандарта. Таким образом, мы видим две с половиной или две тысячи семьсот участников форума в целом. Количество представителей средств массовой информации запланировано в размере одна тысяча человек. Журналисты будут жить прямо в кампусе, рядом с местом проведения мероприятий. Это очень удобно. Многие гости будут жить в кампусе. Для того, чтобы гостиничная система университета стала более похожа на стандартные гостиницы городские, мы работаем с университетом. Мы добавляем персонал, улучшаем снабжение номеров, организовываем питание. Всё это находится уже на высокой степени готовности. Как я уже говорил про авиабилеты, на следующем слайде указаны основные параметры этого вопроса. Билеты есть, их можно выкупать через личный кабинет на сайте форума. По адресу booking.sobako.forum.vostok.ru, эта вся информация тоже есть на сайте, можно забронировать для себя проживание. Мы бы хотели обратиться к вам не только с информацией о том, как всё хорошо уже подготовлено, но и с некоторыми предложениями. Нам крайне важно иметь постоянный и результативный контакт с дипломатическими представительствами в России. Потому что, если вы не возражаете, мы были бы готовы с каждым посольством, с каждым консульством работать в режиме консультаций по формированию официальной и бизнес-делегации вашей страны. Мы готовы к тому, чтобы узнавать от вас, и будем очень признательны, если вы дадите предложение в программу форума. Например, кто мог бы быть спикером, какие двусторонние круглые столы и другие мероприятия с вашей точки зрения целесообразно было бы проводить. Нам также важны ваши рекомендации по приглашению делегатов, и мы можем совместно с дипломатическими представительствами организовывать совместно деловые мероприятия. В этом смысле все наши контакты имеются. Мы ведём эту работу давно и рассчитываем, что помимо той работы, которая результативно идёт по петербургскому форуму, мы также будем сотрудничать с вами и в отношении Дальнего Востока. Мы верим в то, что есть ещё время, и очень просим вас найти возможности донести эту информацию до бизнес-сообщества, донести эту информацию до официальных кругов, и мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Спасибо за внимание. Только одно сомнение. Это стандарт и премиум пакет, который вы показали нам, это включает гостиницу тоже, или это отдельно надо сделать? Конечно, не включает. Спасибо. Совершенно точно не включает и нигде не включается. Ни в Давосе, ни в Петербурге, ни во Владивостоке. Проживание во Владивостоке в период форума будет немного дороже, чем обычно, чем зимой. В этом смысле мы эту ситуацию видим и в других городах, и в Петербурге тоже, когда цены растут. Но мы работаем с гостиницами и не даём им слишком сильно повышать. Но, с другой стороны, этот вопрос регулируется рынком. Спрос есть, значит, цены растут. Но я бы так сказал, сегодня во Владивостоке не цена гостиницы главная, главное, чтобы она была просто. Они есть. Спасибо большое за информацию. Мне хотелось бы узнать больше об участниках Второго Восточного экономического форума, особенно об зарубежных компаниях. Пожалуйста, если можно. Краткая справка о нашем плане в отношении участников Второго Восточного экономического форума. Главы иностранных компаний из Бахрейна, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Кипра, Китая, Нигерии, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, США, Франции, Швейцарии, Японии уже подтвердили своё участие в форуме. Помимо этого, 117 основных руководителей самых крупных российских компаний также подтвердили своё участие. Мы пригласили на форум руководителей российских федеральных органов исполнительной власти. Это министерства и ведомства. Их 36 человек. Мы пригласили на форум руководителей субъектов Российской Федерации. Их 27 человек. В настоящий момент мы получаем подтверждение. Это не значит, что все 36 или все 27 приедут. Министр может приехать сам, или он может направить своего заместителя, это зависит от ситуации. Мы также пригласили 36 министров из-за рубежа. Аргентина, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бруни-де-Русалам, Вьетнам, Доминиканская республика, Венесуэла, Панама, Парагвай, Чили, Ямайка, Эквадор, Индия, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, КНР, Канада, Киргизия, Малайзия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Пакистан, Республика Корея, Сингапур, Соединённые Штаты Америки, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Япония. Также мы направили приглашение 47 главам дипломатических представительств. Ожидается участие делегаций, представленных на уровне первых лиц из Республики Корея и Японии. Также представительная делегация из Китая. На сегодня мы в ежедневном режиме ведём мониторинг, подтверждение участия. Наш план, как я вам доложил выше, составляет 2500 участников. И нам очень важно, чтобы участников не было намного больше. Мы испытываем нагрузку людей, хочет приехать очень много. Но мы вежливо и очень заранее за полгода всех предупредили о том, что существует квотирование. Это значит, что от компании может приехать руководитель плюс три сопровождающих. Для некоторых стран и для некоторых компаний, конечно, это вопрос сложный, потому что, по моему опыту, руководители крупных компаний обычно возят с собой 10 сопровождающих. Мы ведём переговоры, где-то мы идём навстречу, когда видим, что такая необходимость есть. То есть у нас политика гибкая. Повторю общие цифры. В общей сложности по пакету премиум, то есть с доступом в зал пленарного заседания, мы ожидаем 1500-1600 человек. Из них значительное количество – это бесплатные участники. По пакету стандарт без доступа в зал пленарного заседания мы ожидаем 1100-1200 человек. Плюс 1000 представителей СМИ и очень большое количество сопровождающих лиц, обеспечивающего и технического персонала. Спасибо за ваш подход, что перед тем, как посетить такое большое мероприятие, как Восточный экономический форум, мы можем получить от вас информацию. Это нам очень помогает. У меня есть небольшой вопрос, есть ли ещё время, то есть не поздно ли ещё подать заявку на участие наших уважаемых министров в одной из пленарных сессий, которые вы упомянули. С моей точки зрения, возможность обеспечить участие министров есть. Самое главное в этом – это взаимное желание, и мы готовы к тому, чтобы со своей стороны делать всё необходимое. Стандартная процедура в данном вопросе предусматривает участие Министерства иностранных дел Российской Федерации, где принимается решение о том, в каком формате и как направляются приглашения. Поэтому относительно вашего конкретного вопроса я предлагаю дополнительно проконсультироваться с МИДом России. Мы со своей стороны готовы и будем рады такому участию. Если позволите, я хотел бы несколько слов сказать о культурной программе форума. Деловая программа – это инструмент, это то, где люди видят основную задачу, но когда заканчивается рабочий день, им надо отдыхать. Мы хотим, чтобы гости Владивостока получили великолепные впечатления от этого города. Как вы знаете, город за последнее время сам по себе сильно изменился. Построены мосты, новые дороги. Ночной вид бухты Золотой Рог очень красивый. Обязательно надо приехать посмотреть. Что кроме этого мы еще подготовили? На 14 площадках в городе будут идти различные мероприятия культурной программы, концерты, шоу. Как вы знаете, с прошлого года театр, который находится во Владивостоке, называется «Приморская сцена Мариинского театра». Приморская сцена Мариинского театра – это, как в Петербурге, «Мариинка-1», «Мариинка-2», концертный зал и теперь еще «Приморская сцена». Маэстро Гергиев проводит на этой сцене регулярно фестивали, независимо от форума. Для форума сформирована особая программа, и мы приглашаем всех вечером 1, 2 и 3 сентября прийти на эти спектакли, балеты и галоконцерты. Одним из важных, как нам кажется, элементов культурной программы будут спортивные мероприятия. Это новое для нас, но мы запланировали утреннюю зарядку для участников на кампусе в стиле ушу или цигун, и надеемся, что некоторым участникам это будет интересно. Это разнообразит их досуг. Мы запланировали спортивную парусную регату на 1 и 2 сентября. Но очень важный момент, о котором пока здесь мы еще не успели сказать, это улицы Дальнего Востока. Улицы Дальнего Востока будут построены, будут располагаться вдоль набережной бухты Аякс. Если вы представляете карту этого университета, то это такой полукруг, где таким рогаликом стоят корпуса кампуса и по набережной, и в несколько линий будут расположены эти улицы. Их содержание очень интересное. Это все регионы Дальневосточного федерального округа – Якутия, Сахалинская область, Камчатка – представят себя. Они построят там свои стенды. Я не буду рассказывать деталей, но я приглашаю и вас, если вы будете на форуме, и прошу передать всем тем, кому будете рассказывать о нашей встрече, приглашение прийти на эти улицы. Это будет не деловая, но тоже очень важная часть программы, которая покажет вам и тем, кто приедет на форум, красоту Дальнего Востока. Посмотреть на регату. Будет выставка, посвященная леопардам. Поэтому в Вадивостоке помимо четырех форматов сессий, большого количества деловых мероприятий, подписаний, переговоров и прочее, будет время познакомиться и с культурной стороной. Мы считаем, что культурное взаимодействие, обмен, взаимопроникновение – это один из фундаментов, на котором строится успешный международный бизнес. Это создаёт взаимопонимание, то, к чему мы стремимся. Поэтому всех приглашаем. Хотим ещё раз вас поблагодарить за участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Приглашаем вас лично принять участие во Втором Восточном экономическом форуме, посетить Владивосток. И мы надеемся, что это мероприятие, оно, как сказал Игорь Валерьевич, конечно, оно, как и любое яркое событие, должно принести очень такие хорошие, правильные впечатления. И для нас, конечно, очень важно, чтобы оно закончилось результатом для крепкого, тесного сотрудничества наших бизнесов, наших компаний на российском Дальнем Востоке. В общем-то, для этого, как я уже сказал, мы будем всё делать. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.